А я хочу представить Олену Кравченко, дизайнера, та Олександра Ерофеева, т.к. дизайнера. Тож, витаем вас у нас в студии. И хотелось бы распочать на актуальнейшую тему верхнего одежда. Здравствуйте. Добрый день. Сейчас магазины пестреют большим выбором верхней одежды. Пуховики, пальто, всевозможные шубы. На что стоит обратить внимание, что будет более комфортным в выборе? На теплое. На теплое. Я предлагаю начать с пуховиков. Какие пуховики актуальны в этом сезоне? С каким наполнителем? С каким... Не, наполнителем, то есть с верхней отделкой. Какие лучше выбирать? Верхней тканью. Да, верхней тканью. Какие лучше выбирать? Ну, конечно, наполнитель лучше всего смотреть. Мы подготовили фотографии по именно пуховикам. Какие теплее? Где больше пуха и меньше пера. Там где-то 90 на 10 процентов. Еще я знаю, что тинсули применяют силикон, синтепон. Но это уже немножко не пуховик. То есть если мы говорим о пуховике, то есть это только пух и перо. То есть в зависимости от процентного соотношения пуха и перо, мы получаем то ли это более теплый, то ли это более облегченный вариант. То есть если 80, например, пуха и 20 пера, то это достаточно теплый пуховик. То есть если у нас 50 на 50, это легкий пуховик. То есть смотрите, вообще на его состав, если написано на бирке, написано катон, шерсть или полиэстер, это уже не пуховик. Его нельзя назвать пуховиком. Это куртка. У нас принято все называть пуховиком. А у нас это все пуховик. Вельветовый. Насколько он восприимчивый? Совершенно непрактичный. А как за ним ухаживать? Чистить? Чистить. Просто желательно задавать химчистку только пуховик. Вельвет, он сам по себе непрактичный. То есть если вы будете носить сумки на плече, еще что-то, вы сразу его вытрите. То есть поэтому он промокает, он продуваемый. Потому что все-таки вельвет это у нас хлопок, катон какой-то. Поэтому если вам нужно что-то более гигроскопичное, то, конечно, это лучше. Я знаю, что применяют и джинс, и всевозможные синтетические материалы. Насколько они нетоксичны для здоровья, допустим? Ну, это мы не знаем. Это мы, конечно, не знаем. Хорошо. Никто не даёт никаких гигантей. Я предлагаю тогда перейти к нашим пальто. Сейчас просто все, можно сказать, помешались на том, что... На пальто. Да, на пальто. Причем пуховики делают в виде пальто. Ну, то есть вот эти крои, какие-то английские воротники. Какие сейчас именно актуальны пальто? Вот, я вижу у нас представлены фотографии, да. Вот подобный крой. Это актуально? Да, это актуальный крой. Вот эти большие воротники, да. И какие-то такие, может быть, оверсайз. Оно все будет с таким большим воротником. На какой цветовый гамма стоит обратить внимание? Чем темнее, тем лучше, потому что у нас все-таки грязь на улице. То есть одно предпочтение практичное. А вообще, да, довольно-таки натуральные цвета, очень коричневые сейчас, вот этот верблюжий такой в моде. И при выборе материалов, конечно, если человек решил пошить себе пальто, как ему самому правильно выбрать ткань? Ну, лучше, чтобы это была натуральная шерстяная ткань какая-то. А что за шерсть это будет? Это уже, как бы, вариации могут быть разные. То есть руководствоваться? Из верушек разных шерсти. Руководствоваться нужно только по выборам цвета. Какие разновидности? Ну, цвета, да, и натуральностью ткани. Потому что все-таки натуральная ткань теплее, ненатуральная не теплее. Ну, и все, понятное дело, эти пальто идут с утеплителем каким-то внутри. То есть это какой-то там или слинтекс, или ну, какие-то вот утеплители, или брелки. Это мы говорим о пальто, непосредственно, которое носится в зимний период, не едимый сезон. Да, да, да. А еще такой момент, как ухаживать непосредственно за пальто? То есть его тоже необходимо сдавать в химчистку или, возможно, ауководствоваться в северной. Или домашняя чистка, да, там уже чем только его не чистят, и какие-то кусочками черного хлеба там пытаются чистить, какими-то там растворчиками где-то в каких-то местах. Вот мне интересует... В принципе, это все возможно. Такой момент, у меня одна знакомая столкнулась с проблемой залома. То есть произошла складка на пальто. Как бороться с такими еще? А в каком месте? Здесь и не наверное. На полу, ну, по полу, когда идет. Намочить нужно ее в первую очередь, считать и высохнуть. И пройтись, если есть паровый утюг, паром ее можно отпарить. То есть этого будет достаточно для того, чтобы... Если нет в конструкции какой-то, возможно, проблемы, да. То есть, возможно, это все пошло от того, что где-то при перевозке. То есть баню, вероятно, можно занести тоже. Да, с собой выпарить и пальто тоже. Еще я знаю, что сейчас большое внимание уделяют искусственным шубам. И натуральным, и искусственным они сейчас пришли в тренд. Откуда, почему? Я знаю, наверное, зверюшки вымирают, никому не хочу делать. Ну, шуба, это вообще у тебя, наверное, сложный вопрос. Во-первых, это признак определенного достатка шубы. И шубу надо правильно носить в определенных погодных условиях. Скажем откровенно, в нашем городе шуба не всегда является уместной. У нас очень влажно, у нас очень сыро. Мех не любит сырость, влагу и тому подобное. Это его портит, его внешний вид портит, он очень быстро изнашивается. Поэтому для шубы нужен холодная, морозная погода, снег, еще что-то. Но не дождь, как у нас. Если шуба длинная, у нас зачастую везде, извините меня, все время лужи. И, соответственно, подол, он все время находится в каких-то пятнах. От воды она идет пятнами. То есть, очень много моментов. Конечно, если у вас есть автомобиль, вы спокойно сели в машину, вышли и прошлись, то с ней никакой беды нет. Но все-таки, если вы пользуетесь общечным транспортом, все-таки надо избегать шубы. То есть, стоит вернуться к первому варианту. Короткие какие-то полушубки из ненатурального меха, они могут быть. Опять же, они кровены сейчас все как полупальтишки какие-то, они довольно теплые. Вот еще рекомендации по уходу непосредственно даже за искусственным мехом. Как его лучше хранить, чтобы он в более надлежащем виде? В каких-то пакетах, если это летом, пока он ждет своего часа. Не выносите на улицу их сушить. Мех не любит сильно свет. Он должен храниться в хорошем проверенном, достаточно прохладном помещении. То есть, натуральный, правильно? Да, если натуральный мех. Существуют даже специальные холодильные камеры, в которые шубы сдаются на зиму, для того, чтобы они в определенной температуре там хранились. Если вы носите шубу, обязательно используйте какие-то платки, шарфы, потому что ваша косметика, тональный крема, духи, это все остается на воротниках, а мех этого всего не любит. Это все его портит. Можно ли меховую шубу из натурального меха сдавать в химчистку? То есть, ее можно каким-то образом очищать? Есть меховые чистки, конечно, но, опять-таки, это должен быть очень высокий уровень чистки. Даже это не химчистка, у них там свои определенные секреты есть. Насколько это безопасно? То есть, они этим занимаются, да, если они наделают, то да. А если они такие, ну, мы попробуем, ну, может быть, что-то и не то пойти. То есть, нужно доверять в этом случае только специалистам. Профессионалам, да, да. Вот у нас показаны фотографии с искусственными шубками. Вот, такой интересный, я бы даже сказала, тканевый вариант какой-то. Да, да, сейчас вовсю играют, они разной длины, у них вот эти вот какие-то, бахрома даже, это иногда, ну, как бы не очень похоже на шубу. В шубах и в пуховиках, так же, как и в пальто, вот, придерживаемся оверсайза, или же могут быть другие модели? Ну, оверсайз он моден сейчас. Ну, в принципе, очень много, да, есть и обычных, вот, которые сидят, да, сидят, то есть, это какие-то вточные рукава и довольно ровные силуэты. В общем-то, оверсайз он моден, вот, как он как-то там пришел, там, может быть, год-два назад. Он сейчас все еще моден, но мне кажется, он потихонечку, может, уже отходит. Как-то мы так вот влезли в бесформенное. Какие прогнозы по актуальности выборов фасона на будущее? К чему готовятся? Ну, вот, единственное, к тому, что, мне кажется, вот все то, что пришло уже не первый год, оно потихоньку будет отходить, ну, потому что, скорее всего, надоедает. Ну, конечно. Ну, да, вот только поэт. Купите классику, вы не прогадаете. Да, ну, конечно, никогда не угадаешь. Ну, что ж, хотелось немножко такое комплексное, заключающее, так сказать, что же нашим телезрителям, на что обратить внимание и что лучше выбрать. На прогноз погоды и смотрите, что вы одеваете. Да, у нас, конечно, пуховики, это более такой вариант. Пуховик, куртка, плащовы какие-то, это намного лучше, чем практичнее, во всяком случае. Ну, и, конечно же, если мы собрались пойти на какое-то особое мероприятие, я думаю, можно уделить внимание и меховому. Ну, безусловно, безусловно. Конечно, это все красиво. Ну, что ж, большое вам спасибо за просветление в новых тенденциях. Пожалуйста. Я хотела бы напомнить о том, что в нашей студии были Олена Кравченко-дизайнер и Александр Ерофеев. Тоже, дякуем вам.